Жителю городского округа Люберцы Василию Савченко передали на хранение удостоверение к ордену Красной Звезды его младшего брата, который погиб во время Великой Отечественной войны. С такой просьбой герой нашего сюжета обратился к президенту России Владимиру Путину. Подробности истории в материале Луизы Игия Зарян. Перед войной заканчивал седьмой класс, когда началась война. Его последний раз видел, когда он прошел к нам, у него автомат был ППШ, он партизан, разведчик. Жителю погиб 30 апреля 1944 года. Адам, старший брат, Адам Адамович, он погиб 5 мая уже. Кольцо прервали, население вывели. От младшего брата остались только воспоминания, ни фотографий, никаких либо вещей, напоминающих о нем у Василия Адамовича не сохранилось. И лишь недавно, благодаря внучке, удалось найти вот этот наградной лист, на котором указано, что Евгений Савченко отмечен орденом Красной Звезды. Когда написали в Беларусь президенту Лукашенко, нам через месяц ответили, что все документы. Когда распался Советский Союз, мы передали России. Следующим шагом стало обращение к президенту России. Вот заветное удостоверение к ордену, которое является еще одним напоминанием о брате, дошло до Василия Савченко. Вам огромное спасибо, огромное удостоверение Савченко Евгению Адамовичу. Орден Красной Звезды, указом президента Верховного Совета СССР от 30 декабря 1948 года. Обращаю вам. Очень рад с вами познакомиться. У самого Василия Адамовича тяжелая судьба. В 10 лет он попал в Освенцим. В этом же концлагере погибли родители. Детство, проведенное за колючей проволокой, жестокие опыты фашистов, до сих пор живут в его памяти. В этом году Василий Савченко отметил свой 90-летний юбилей. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.